теперь вторая серия возьмемся за руки друзья чтоб не пропасть по одиночке как во время вспомнил эту фразу красивую вот время тяжелое время непростое а тут еще настоящий новый год сегодня 14 января прошел уже второй год настоящий только мы можем дважды праздновать водки же не хватит если постоянно вот так это же с первым по 14 боже мой вот на проводку я пошутил второй новый год и отмечал с компотом компот которым были ягоды смородины черноплодные рябины вишни черешни груши я душ ломтиками заморожал вот абрикоса и сливы вот такой компотом я отмечал новый год вот конечно не у всех такие сады на цель поставлена и вот новый год подарил мне дружбу с несколькими украинскими садоводами кто-то скажет не кстати это все вот не время такое что лучше бы вообще слова украины не произносить но садоводство запретить нельзя садоводство нужно всегда во все времена садоводство это свои фрукты овощи представляете мало нам бед мало 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 загазованные города особенно такие как красноярска бакан можем мой частный сектор дрова даже нет дрова нет не так обидно уголь вот черное небо вот режим черного неба страшно мало нам этого ну уж фрукты то мы могли бы мы живем я живу в минусинской котловине знаменитая когда-то его здесь было все вспоминает старые добрые времена чуть и не царские арбузы выращивали все росло я сюда приехал не надо было бы вообще палец за палец бы не ударил все равно все было забито фруктами вот рынок продавали яблоки сливы ну абрикоса конечно не так груш не было практически но яблоки сливы были вовесные вишни были вот это было полно ну а это уже фрукты это уже соки компоты варенье жри и радуйся а вот нет появилась пресса 83 год по моему появился крупнейший журнал у него быстро набрал оборотов 5 миллионов подписчиков вот и зачитывали еще и зачитывались им еще в этих самых библиотеках значит подписчиками читателей было уже не пять миллионов а на десять или в пятнадцать вот и давай кромсать деревья и давай вот вот так случилось что на 100 чтобы дальше развиваться феноменальная сибирское садоводство начало загибаться вот я поднял крик и напечатал два газета в каждой больше чем по 100 статей потом меня начало печатать москва потом начали печатать еще газеты этих как дальневосточные европейские областные ну все да да было бы двинуть с места вот что вы думаете только один пример приведу только один не называю город не называю это самую газету вот с красивым названием не называю я туда послал статью главный редактор полностью ее переделал и у меня есть фотография этой страницы этой статьи там мужик знаете как я свое 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 а вы же знаете людей а там мужик большое и посадил большую яму даже не посадил а ей уже может быть лет пять восемь здоровенная яма он стоит со шланга поливает вот в этой яме причем вот уже ясно это смерть абрикосом грушем сразу а сливом яблонем попозже и вишнем ну перечеркни ты вот так вот крест на крест эту фотографию и смысл статьи будет понятен ну как так можно было вот так вот и вы знаете вот невозможно переделать человека до которого посадка в яму это классика и до сих пор классика и опять я сделал недавно несколько дней назад фотографии вот а знаете что там было сказать там было следующее саженцы железова выращенная местным садоводом посадили прямо на предприятии устроили шоу люди садят это было как бы сказать-то сми освещенной фотографии взяты и сми что такое сми вы знаете средства масса информации и они посадили в яму и они при посадке не отрезали пол саженца ведь умрут же мои абрикосы ведь это самое ведь и главное 9 мая подарок этим самым вот так вот знаете как обидно было это видеть а ведь прислали мне информацию как вот смотрите валерий константинович ваши саженцы уже там какой-то завод или предприятие я а сегодня у нас суббота суббота 14 после завтра 16 я это не удержусь я с этого начну вебинар ну как так можно ведь все же садят гибнет садят гибнет уже мой ученик ну не совсем видимо еще все знает или просто подарил подарил предприятие а предприятие видишь работники хорошие мужчины женщины видно у них лица какие настоящие люди настоящие знаете таки вот я бы даже сказал вдохновленная просветленная когда садили на саде то на смерть а им-то кто объяснит а вот так вот я хотел рассказывать про украину том плане что экспансия удалась вот несколько лет молчания и и теперь украину покоряет персик хасанский персик хасанский вот который это я сам себя похвалю это мой научный подвиг потому что все началось дальнего востока вот пенсионерка учительница вы может она не было еще пенсионерка выписал а персик не привиты раз она знает название хасанский откуда бы и знать значит хасанский вот и посадила он каждый год мерз отрастал мерз отрастал мерз отрастал мерз отрастал мерз Замерз, замерз и маленькую веточку размером с карандаш, я нашел живую и привил. А потом триумф, 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 какие эти, вот, через несколько лет дарю два саженца, я вынужден это рассказать. Потом еще когда-нибудь расскажу, потому что это мой праздник, это моя победа, победа над этим, как бы ее назвать-то, над невежеством. Самые смелые вырастили персики с моростойкостью 26-28 градусов, это самое отчаянное, самое высшее достижение. А здесь 40, и вот они попадают ко мне, веточка, ради которой я жизнью рисковал, Енисей переплывал на резиновой лодке. Вот этот Енисей моростой резиновой лодки. Ну, я подробно рассказывал, вот этот Енисей. И вот случилось чудо. У меня это пошло, размножил, получил деревья. Вот, черенки подарил, нет, два саженца я подарил Чернобаеву, наш сайногорский волшебник, художник. И он что сделал? Укрывал их первое время, окутывал, делал им шалаш, или как там назвать, я это назвал чум-термос. Вот, тоже учеба. И вот, значит, какой-то момент, когда мне сожгли сад на острове, и я остался без средств существования, я продавал черенки, все со всего сада, в том числе и с этих персиков. Вот, и эти персики у меня погибли. В тот момент один нехороший человек раззвонил, что у Железова персиков нет, они есть у Чернобаева. А Чернобаева я специально раз пять делаю фильм о нем, говорю, ну, Дмитриевич, ну, так надо, напомни, откуда у тебя персик касатский. Ну, дальше понимаете. Вот, обижаюсь, Константин, насчет тебя. И вот так мы продвигали. Потом у него на пятый год каждые небольшие деревья, ну, какие большие, если он их целиком прятал в свой чум, дали по тысяче мелких плодов. А потом, триумф, они пошли по России, плоды укроплялись, укроплялись, и сейчас на Украине они уже где-то 100 граммовые. Вот. И получилось так, что раз уж зацепили мы Украину, пришла одна весточка оттуда, вторая, третья, и там, и там, и там, и там. И они самые морозостойкие. И даже в фильм прислали, значит, минус 27, а то, что на Украине 27, это что у нас 40, я имею в виду, по отношению к деревьям. Вот. Это, знаете, ну, чтобы не грустно было, украинский анекдот, хотите, едет автобус по Украине на улице мороз. Вот, там тоже морозы бывают. Вот. А помните эти икарусы, которые не обогревались? Вот. Какая температура снаружи, такая внутри. Вот. И украинцы сидят, заходят. Негр. Весь синий от холода. Зашел, подходит к нему украинец, похлопал по плечу. Это, ну что, смерт, маугли. Вот такой анекдот, надеюсь, вам смешной. Вот. А на самом деле, на Украине, в Украине немного теплее, и там самое время выращивать именно хасанские персики, которые пошли от меня, еще раз говорю. Вот. Можно теперь выращивать, выращивать, выращивать. В фильме было так. Фамилия Салий, Валерий Александрович, мы с ним подружились. Житель Сумской области. Сад, много-много персиков. И результат предпоследний 27 градусной зимы. Значит, свел только хасанский. Больше цветов не было ни у каких, 27, заметьте. Ни у каких персиков, кроме хасанского. Далее, часть мертвых. И он такой, знаете, с иронией, с сарказмом. Хваленые эти канадские персики, мертвые. Вот так вот. А тут я... Ну, в общем, вы поняли, да? Перспектива только у хасанского. Причем он его хочет использовать в качестве подвоев. А еще кто-то хочет использовать как подвоев. Не только для других персиков, более роскошных. Но и для... Сейчас скажу. Память подводит. Да, забыл. Забыл, забыл. Но ничего страшного. Вот. И еще такой момент. Присылали мне с Дальнего Востока. Вот. Персик. Все. Надо в отставку уходить. Сейчас. Самый знаменитый Дальневосточный персик. А может, и не надо вспоминать. Знаете, почему? Он по фамилии как бы назван. Пожалуй, не стоит. Вот. Самый знаменитый Дальневосточный персик, который считается морозостойкий. Он у меня первый год дал пышный куст. Кусты именно. Не дерево, а кусты. Потом случилось так, что замерз по самую землю. Даже уровень снега 20 сантиметров не помог. Вот. Из-под земли полезли снова ветки. Еще пышнее получился. Вот этот пышный кусты. И четыре было я обматывал, 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 обматывал. Вот. Причем теплыми этими тряпками все замотал. На следующий год тряпки убрал. А вот так и не... Все четыре не проснулись. Вообще не проснулись. То есть ни о какой морозостойкости речи не шло. Причем сами знаете, загубить их тем же, допустим, выприванием я не мог. Все-таки я сам учу как избежать выпривания. Так что с персиком не все просто. И на какой-то момент, и наверное на всю жизнь, Хасанский станет номером один во всей Сибири, в Дальнем Востоке. Это начало. И подальше его путь на юг. Потому что там укрывать не надо. Я имею в виду Южную Россию, Срединную Россию. Вот. Украина показала. Как получилось, что, значит, Покоряется Россия и Украина. Объясню. Значит, у персика Хасанского в крови бродят гены чего? Манчжурского абрикоса. Несколько поколений я прививал. Когда я погубил абрикосы, привитые на... Нет, не так. Персики привитые на абрикосы. Так. На манчжурские, да. Потом я их загубил тем, что срезался. Их все живое, чтобы продать веточками. Загубил. Потом с погреба достал запасные ветки. Восстановил. Так. Дальше продолжу опять на манчжурских абрикосах. А у меня все манчжурские абрикосы. Запоминайте. 30 лет. Одни и те же. У них родители один общий. Это манчжурский абрикос. И вот это дало возможность сроднить их. Персик с абрикосами. У них биологической несовместимости больше нет. А раз нет, то теперь в персиках бродят гены манчжурского абрикоса. А это значит, удалось повысить морозостойкость. Внимание. Держитесь, ребята. И это самое. До 40 градусов. Когда я о таких вещах писал в... Я писал в этих самых журналах-газетах, я в скобках добавлял. Хохот в академическом зале. Хохот в академическом зале. Хохот в академическом зале. Ну, если брать, что абрикосы есть в науке, пусть не такие роскошные, как у меня. Вот недавно сравнивали. У меня 100-граммовая манчжурцы. Именно эти. Абрикос. Мичуринский 100-граммовая. Ну, не 100, не обязательно. 68-100 грамм. А у кого-то выписаны из этого же института Мичуринского 20 грамм. И называется Мичуринский. То есть работать с ними можно. Но если вы хоть какие-то абрикосы есть в научных учреждениях, то извините, с персиками-то что? Черешня. Калечья двигают на север, калечья двигают на север. Вот они и топчутся на месте. Самый юг России. А вот с персиками... Вот я вроде бы много знаю. Ну, так знаю столько, что... Как паук в центре паутины. Секается информация от сотни тысячи писем. Вроде все знаю. Но спросите меня, в каком институте персики сейчас морозостойкие есть? И есть персиковый сад? Ну, честно, не отвечу. Вот, в комментариях, пожалуйста. Кто знает, подскажите. Я не имею ввиду питомники, которые накупят персики там за границей, на юге, продают как будто бы свои, вот, как будто бы российские. А фотография моя, моего же, того же, хасанского персика. И написано, выдумано из пальца, сорт сибиряк. Ах, сорт сибиряк. Персик-то, значит, сибирский, значит, сибирь подносит. И Россия хапает. Вот. А оно все мерзнет и мерзнет и мерзнет. Вот, что у нас происходит. Так вот, персики Хасанского, которые я отныне называю клон Железова, или просто Хасанские Железова, бродят гены манджурцы. Отсюда успех вот этот на Украине. Взял этот салий, Валерий Александрович, пять килограмм кост, а не мелкие, знаешь, что такое, пять килограмм кост? Это не видно, это не видно. Пять килограмм кост в мешок. Взял кому-то, высылал, по-моему, за 20 долларов, что ли. И я за сердце схватился. Эти бы пять килограмм бы в Россию. Понимаете, почему нам мир нужен? Понимаете вы это? Вот. Человек сидит на гигантском богатстве. Не могли они за несколько лет, шесть лет он занимается моим, моим Хасанским персиком, получил сумасшедший урожай. Вот. Косточки килограммами рассылает, считайте, бесплатно, да? У нас мог бы это самое, хоть заработать. Так обидно было за него. Я не могу заработать, потому что у меня их мало, костик, потому что я в Сибирь. Вот. Но там-то, ну, можно было бы этим... Даже можно было... Единственное, вот сейчас на этом закончу рассуждение. Единственное, если брать Украину плюс Россию, плюс там Белоруссию, плюс Казахстан, единственный случай, обычно с юга на север, и все дохнет. И все дохнет, дохнет, дохнет. И это нормально. И это единственный случай, когда персики с Украины, от того же Сали, а есть еще несколько тех, которые уже культивируют их. Оказывается, я же не знал, просто пошла цепочка, что я нескольким выставил эти же косточки персика. Нескольким людям. И вот получилось так, что это такой особый случай, когда эти же ребята, это Сали и его коллеги, украинские садоводы, там есть еще и покруче его, он сам говорил, у кого-то 150 сортов персика, именно этот персик, да, он самый мелкий. Но люди в диком восторге от плодов, раз, косточка мелкая, этим уже отличается, уже отличается от других. Вот, ну, ради что только это, про Минусинский отдельный разговор, и про, он тоже мой, и про Манчурский, он не мой, вот, но он считается дикарем, так, вот, только у этих могут быть мелкие косточки. И вот, возвращаясь в виде косточек, в виде саженцев, сеянцев, вот, с Украины в Россию на север, единственный, ребята, случай, когда не погибнут и не замерзнут. Повторяю, в моих сортах, нет, не так, в моих, именно, хасанских персиках бродит кровь манчурского абрикоса, который изначально выдерживает минус 50 градусов. Ну, берем 30 плюс 50, находим среднеарифметическое, ладно, 40, но мои 40-разную зиму призимовали, но они были привиты. А теперь мы говорим о непривитых, о непривитых, мои есть уже в Подмосковье, Брянске, в Башкирии, еще 10-20 мест по всей России, с Калининграда до Сахалина. И получается, что мы имеем случай с феноменом, вот, и официально объявляю, я имею право называть Хасанский, Железово, еще раз, мертвое, замерзшее дерево, веточка длиной, карандаш, длиной в карандаш, вот, одна единственная удачная прививка, и он пошел гулять по свету, Украину покорил. И как бы здорово, если бы они опять с Украины пошли на север. Мы, у нас хуже условия, нам труднее добиваться такой урожайности, даже Хасанского, вот, нам бы желательно привать Хасанский, тогда будут урожая не меньше, привать на тот же Манджурский абрикос, я считаю, вот, и тогда у нас урожая будет не меньше тех украинских, вот, потому что, вот, вроде бы добились успеха, и деревья, и фотографии есть роскошных Хасанских персиков, в Болгарии, вот, заговариваюсь, в той же Брянской области, ну, то есть в нескольких местах я перечислял, вроде бы есть, и вдруг вот эта страшная зима, в лучшем случае пропустить могут урожай, вот, нам нужна экспансия Хасанских персиков, которые на Украине адаптируются, вот, получается урожая в десятки раз больше наших российских, и экспансия на север, и тогда мы их догоним, уже будем брать количество, вот мои рассуждения, вот мои соображения, до свидания, друзья, возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке.